На этой территории в микрорайоне Мацеста в советские времена был парк со спортивными площадками, рассказывают местные жители. Позже зелёная зона пришла в запустение. На Мацесте вдоль реки когда-то была и набережная. Сегодня это место заросло травой и кустарниками. Парапет разрушило время. «Был хороший тротуар вдоль реки, где гуляли мамы с колясками, люди ходили прогуливались. Это связующее звено было между новой старой Мацестой. Все дети в школу ходили, мацестинцы ходили на работу. То есть эта зона отдыха была не только для Мацесты, эта зона отдыха была для города». Совсем скоро и набережная, и парк снова станут любимыми местами для отдыха горожан. Территория от ЖД-станции до старой Мацесты, а это более 12 гектаров, попала в список приоритетных по Хостинскому району в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Вот так этот большой участок выглядит на бумаге. Здесь планируются лавочки, детская и спортивная площадки, комфортная прогулочная зона вдоль реки. Эскиз Мацесты, еще трех территорий – в Кудепсте, Хосте и микрорайоне «Благодать» презентовали в районной администрации. Кстати, именно эти территории для благоустройства предложили сами жители. «Сегодня мы как раз рассматриваем эти четыре проекта. Мы пригласили на эти общественные слушания жителей всех этих четырех микрорайонов для того, чтобы показать им, что подготовили наши архитекторы, услышать какие-то замечания, предложения». Замечания и предложения ждут во всех четырех районных администрациях. В каждой проходят общественные слушания. Сочинцам представляют эскизы новых парков и скверов. В программу попадет и вот это место в центральном районе – это микрорайон КСМ. Вот такая грязная, заброшенная территория, где после дождя образуются огромные лужи, совсем скоро превратится в уютный зеленый уголок. «Здесь раньше стояли гаражи незаконные. В 2013 году их снеслили. Потом были огороды самозахватческие. По эскизному проекту здесь идет тротуар, идет ротонда, идет спортивные детские площадки, прогулочная зона с подсветками». В рамках федеральной программы сочинцы путем голосования выбрали 16 общественных территорий, требующих благоустройства. 8 из них будут реализованы в этом году. Еще столько же в следующем. Таким образом, в каждом из районов курорта появится по два новых парка или сквера. «Какие бы мы решения не принимали по благоустройству города, по озеленению города, по улучшению городской среды, необходимо советоваться с населением. Мы хотим, по сути дела, чтобы действительно, реально все наши горожане принимали участие в принятии важных решений в городе». Для этого в день выбора 18 марта сочинцам нужно прийти на дополнительные участки для голосования. Их будет больше 160. И в рамках программы формирования комфортной городской среды сделать свой выбор в пользу той или иной территории. На реализацию этого масштабного проекта из федерального бюджета для курорта выделили 250 миллионов рублей.